Опять эти рожи, да, в кадре? Да. А мы, кстати, запретили матом ругаться, здравствуйте. Пи***ц, меня это бесит, я рост, б***ц, я пи***ц, я свободный человек. Нас смотрят дети, Серёб. Да. Меня смотрит жена и говорит, вы два классных чувака, но вы, говорит, два ублюдка, когда ругаете спать. Я, видишь, я в последнем выпуске запикал всё. Классно, мне, кстати, понравилось, как ты запикал. Тут надо будет подпикать чуть-чуть. Пацаны, короче, мы снова тут, как я вам обещал. Сегодня у нас вот такая штука. Сегодня у нас два огромных ведра с ПВХ-фитингами. И сегодня у нас в планах сделать трубопровод, ну или хотя бы начать его делать. Смотрите, ребят, когда вы делаете в шахту фитинги, клеиваете, переходные муфты, обязательно с двух сторон, спиртиком, всё начисто протирайте. Не только эти места, но и, знаете что, смотрите, сейчас покажу, почему надо это делать. Слушай, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу вклеивания? Ну, некоторые, знаешь, вклеивают. Ну, вот эти фитинги. Наклей? Ну, я видел, просто так делают. Наклей не надо. Смотри, вот эти вот резинки, они в тальке обычно идут. Вон, видишь, нагрелись. Надо обязательно вот эти резинки уплотнительные протереть спиртом. Вот, тогда эта резинка очень плотно ляжет на стекло, и она не будет течь. Смотри. Да, вот в комплекте, в комплекте одна пластиковая шайба и одна резинка. Шайба нужна для того, чтобы вы гайку нормально завернули. То есть, бывает на китайских муфтах две резинки, кстати, это не совсем кошерно. Мы используем муфты VDL, чего и вам советуем. Это голландские. Где тут есть? Сейчас дырочку покажу. Так, 32, 40. Вот она, Ван-де-Лан-де. Ван-де-Ва-фле. Ван-де-Ва-фле, да. Скажи, вот ты мне рассказал, как правильно делать. Расскажи, как нашим ребятам. Короче, как правильно, неправильно. Не-не, ну, я без под... Смотрите, Серега может делать по-другому. Я по-другому, вы по-третьему. Я вообще цанговый, я тебя перебиваю. Я вообще цанговый ставлю. Цанговый вообще никому не нравится. Да, да. Короче, смотрите. Вот если вот так муфту вставите, вот так, здесь шайбочку прикрутите, ну, гаечку, да? Ну, типа, да, типа вот тут будет, ну, тут резинку надо ставить, да. Смотрите, во-первых, будет вот такая некрасивая херня торчать. Согласен. Некрасивая херня торчать, ну, это ладно. Другой момент, смотрите. Сюда же вы вклеите трубу, вот сюда. Да. И поведете дальше. Да. Не дай бог у вас что-то потечет. Что вы сделаете в этом случае? Отрежем трубу. Отрезать. Муфта уже будет непригодная, да, там, к этому, ко всему. Поэтому мы делаем вот так. Мы ставим резинку снизу, смотрите, вот сюда. Это будет герметично абсолютно, без сомнений. А туда мы ставим шайбу. С кольцом, да. Да, шайбу, а не гаечку. Гаечку, да. Да, накручиваем. Вот таким образом. Вот теперь посмотрите, как бы. Давайте для сравнения я просто... Да, тут, слушай, даже сравнивать нечего. Понятно, что это смотрится аккуратно, красиво, и можно будет разобрать. И это можно будет разобрать. То есть гайку, если вот у тебя что-то потекло, ты открутишь гайку, и ты вниз сможешь с трубой трубу открутить, вытащить, там, поменять прокладку. Например, да, либо, там, я не знаю, ну, что-то переделать. Вот в таком формате это можно сделать, в другом нет. Да, ништяк. У меня есть, короче, одна штука, которую я Сереге не показывал. Прямо, это безопасно? О! Смотрите, что это? Боже мой, это... Это... Придереги вот так, вот смотрите. Это даже не вундервафли, это... Флюги Генхайма. Да. Вы вот этот краешек можете запилить. Ну, я сейчас так, без фанатизма, но вообще это вот для этого. Прикол. То есть, если у вас так, либо можно внутренний. Ну, короче, поняли, да? Да, это очень круто. Да. Класс. Сказать мне продается? Ссылку прикрепите в описании. Алиэкспресс. Да, я понял, да. Круто. А как она называется? Ну, как вы найти там? Я посмотрю. Ну, короче, если у вас концы прям такие плохенькие, ну, она, конечно, дерет немножко, да, но можно поаккуратнее сделать, послабже там, я буду сделать. Ну, в любом случае, можно чуть угол притупить, он будет... А еще знаешь, из-за чего? У меня из мороза труба ицы могли, могли поэтому... Ну, это не подошло, в любом случае, он будет получше входить в фитинги вообще. Класс. Крутая штука. А, кстати, смотрите трубы, какие себе я купил. Метр по 400 или 500 рублей. Голландские. Киви, да. Мы сначала... Голландские трубы. Да, сначала купили такие, ну, наши агрегат-полимеры и заказчики говорят, пацаны, вы что, гоните, что ли? Они такие, знаешь, там, ну, где-то поцарапанные, где-то грязные, там немножко, поэтому вот пришлось те возвращать и вот купили красивые такие. В серединке, да? Да. В общем, все кончилось тем, братва, что аквариум засосал Николая вот так наполовину, блядь. Можно тут это, подать что-нибудь? Закрутый. Да, сейчас. Блядь, где у тебя голова? Хе-хе-хе-хе-хе, только одни руки. Ну вот потихонечку клеим трубы. Уже половину перелива собрали, сливы, вернее, вот возврат сделали. Такое, на вид вроде бы легко все, там, чики-брики, и все повкручивал, поотрезал, но на деле оказывается трудозатратный такой процесс, потому что приходится все по несколько раз отмерять, просчитывать, в общем, не знаю, мы, наверное, часа три уже возимся, да, и особо ничего не сделали. Да, мы даже сегодня не посмеялись, мы даже для вас анекдот не рассказали, еще один один, это просто жесть. Ну, сейчас мы какой-нибудь сетап сделаем, один закончим и расскажем. Я даже не знаю, мы даже сегодня не поражали. Да, что-то тяжелая работа, тяжелая. Сначала в малярке 4-4, потом аквариумы клеишь. Так, а что это вы делаете? Это вам так нравятся ваши поделки? Да, ничего не подумайте. Нормальный. Я просто обезжириваю. Нормальный. Ладно, короче, смотрите. Я всегда говорю короче, это весь. Короче, смотрите, пацаны, кто напишет хуйкомент, тому вот приготовлено уже. А это аварийка. Да. А смотрите, что я купил для этой аварийки на Алиэкспрессе. Опаньки. Вот это гравитсапа. Да, чтобы у вас, короче, верхушка была не просто трубой на аварийке, но и какая стильная штука. Стоит 50 копейки опять-таки же. Ну, в общем, с тебя две ссылки. Вот на вот эту вот флюги Генхайма. Да. И еще вот на вот эту. Сейчас вот заусенечки я подрежу, смотрите. Просто круто. Но у меня таких целый пакет. Я запас. У меня есть 32, 20. Кайф. Сплошной кайф. Это будет смотреться красиво. Такую же штуку я сделаю сейчас на слив. Да. Вот. Серега будет снимать, как я буду делать слив, трубу для слива. Вот. А это такая вот для аварийки. Слушайте, я вот тоже свои эти, ну, комментарии по этому поводу. Куда смотреть сюда, да? Да, смотри. Скажу. А вот, ну, ты не опасаешься, что, например, вот это зарастет в Волонии? Нет. Ну, какой-то, ну, какой-то, петушлиной какой-нибудь. Нет, да? Надо это чистить. Чистать, это похоже на микрофон. Нет, это не похоже на микрофон. Похоже. И прекрати направлять его в сторону моего рта. Короче, это классно. Ссылку в описании мы расположим вам в качестве бонуса. Как в шахте я тут красиво не смотрел. Ну, задумка, во всяком случае, очень крутая. Такие ежики. Прикольные. Это что-то не переливалось. Ага, вот так аварийка выглядит, да? Чуть-чуть подрезать надо. Нет, это я запаскиваю. Это, слушай, отсюда выглядит, как будто там собачка показала головку. Нет, это ракета С-400 направлена на Бейдена. Да, например. Сейчас я подрежу, ничего страшного. Ну вот, хотелось бы, пока не забыл, рассказать вам про разборные муфты. Значит, что такое разборные муфты? Это вот такая вот хренулька. Вот она, то есть позволяет, давай, Соня, позволяет тебе магистраль разобрать и собрать в нужном месте, например. Я вам сейчас расскажу. Когда я спросил, говорю, Серега, у нас есть разборные муфты? Он мне говорит, а нафига они нам нужны? Мы, говорит, и так все соберем. Но они у нас были. Так ты правильно, если бы ты не сказал, я бы не купил она каждая, блин, по 500 рублей. Да, вот такая вандер-вахля, вот ее, вот как ее вставить туда, да? А, представляете, вот эта труба должна... Да, она по всей длине идет, да. А теперь, смотрите-ка, я ее склеил всю. Зазырьте сюда, Сергей. Выходите. И в домика ко мне. Я ее, значит, пихаю. Здесь, понимаешь, я ее вставляю. И просто идеалити. Дай себе эту камеру. Короче, Серега, вот этот, он обнаружил одну фигню, что на сампе. Пошла луговая собачка. Смотрите. Короче, это емкостный датчик уровня. Он работает не только на жидкостях, но и на сыпучих материалах даже, прикинь. То есть, там внутри ничего нету, ну, с той стороны. Это для уровня воды. Для уровня воды. То есть, никаких там карбоновый, титановый, ни хрена с этого ничего нет. Емкостный датчик. Короче, он определяет воду через пластик. Да. Уровень воды. Можно на трубу поставить, можно вот как-то. Да, мы загуглили и выяснили ценник на эту штуку. 8 кусков. 8 тысяч. Кому надо, заказывайте через, не знаю, кого. Заказывайте через Google. Мы, кстати, покажем, давай покажем, да? Да. Называется модель Каку 6001. Тут Соня немножко это. Да. Как он не дает. Ну, как бы вот видно. Класс. А что ты сделал сегодня? Пожрал. Пожрал. Сейчас пойду личинку кину. А что ты сделал? Мы сегодня без анекдота? Да. Вот как бы. А что получается? Это что склеили? Мы с тобой склеили два возврата, да? Да. Два возврата. Отсюда не показывай, отсюда видно, что оно криво. Не, оно не криво, оно вообще супер классно. Вот. Два возврата сделали сверху. Сейчас тоже доделаем хвостики. И вот я сделал аварийку. Одну аварийку, да? Ну, сейчас как бы... Хвостики мы сделали. Хвостики очень, да, очень такие нарядные, красивые. И вот вытащи этот слив основной. Не, основной слив. Он такой будет. Очень удобно. Вот прям такая есть письюлек. Да. Там, допустим, вот ты труп рыбный отсюда. Ну, у нас не будет трупов, но... Вот так взял, его стряхнуло, поставил назад. Не видно здесь, кстати. С этой стороны не особо видно. Мы заматировали чуть-чуть. Всю эту тему. Да? Что, вот будем наливать? Ну, я думаю, что сейчас доделаем основной слив, и можно будет ставить воду, чтобы нет. Такой вот. 42, точнее. 42. Вот неплохие. И так совпало, что и у меня труборез такой вот. И у Николая такой. Совпадение, блядь? Не думаю. Но у него... Я купил, такой же, как у тебя. У него брендовый, видишь, пират риф, как бы, не хер собачий. Вот. Он до 42, а вот у нас полтинник приходится пилить уже ножовкой. То есть у нас в соседней комнате в фишруме... Покажи, как он режет. Да. 40-ую трубу. Изумительно он режет. Вот смотрите, ребят, 40-ая труба просто наизил, как горячий нож в масло входит. И срез. Смотри, какой ровный. Да, получается очень козырно. Мы, в принципе, Серега, если что, кому надо сделать обрезание. Да, вот есть два комплекта есть. А если у тебя вдруг толстый, у нас есть ножовка. Вот. Вот, значит, входы в САМП. У нас один уже задействован под аварийку. Сейчас будет один занят под основной слив. И вот это слив с бака для приготовления свежей воды. То есть для подмены. Ну и туда же будет у нас, по-моему, попадать вода, которая... С холодоса. И до лив туда же будет попадать. А, ну да, и до лив. И с холодильника можем, кстати, сюда же запитать. Так и будет. Мы же туда купили, может. Да. Давай, что-то хотел у меня уточнить. Смотрите, Серега и поставил кран. На нюхер циклея, кстати. Все у него хорошо. Кран. Он спрашивает. У нас кран, как бы... Ну, бывает шаровый кран для неудачников. Вот. Видишь? Нет, ты сравни. Напротив... Да, кстати, это сороковой, тот и тот. Смотри. Это вот сороковой, и это сороковой. Это для неудачников, короче. Я хотел спросить у тебя и у вас, дорогие телезрители. Как лучше, вот так? Да так, да так, так, конечно так. Нет, есть еще вариант вот так. Нет. Чтобы гости видели, что у тебя... Большой. У нас специально же здесь зазор под кран поверни. Ну, ты что, забыл? Да. Ну, вот как обычно, немного трюков вот и секретиков. Показать секретик, у тебя разъехалось все. Что, это так должно быть? А, вот так, да? У меня холодно. То есть, у нас вот конкретно в этом случае, везде, конечно, не так, но тут так. Тут угол не 90 градусов, а немного 84. Из-за того, что там очень близко у нас муфты стоят здесь, пришлось, ну, небольшой угол дать. И, чтобы точно склеить, ставьте меточки и по заглублению, насколько глубоко засовывать фитинг, да, потому что можно до конца, а можно как бы вот как надо. И по углу меточки. Аквариум огонь. Если вы где купили подставку классную, удачи вам, будем ждать новых видосов. Новые видосы, ребзя, будут. По поводу подставки. Вот она здесь есть, это называется конституционный алюминий. Есть, по большому счету, два завода, ну, мне известно, где можно это пойти купить. В Москве это называется Собери завод. По отзывам моих коллег, это просто дно. Это там менеджеры дно, паковщики дно. Ну, в общем, очень негативные отзывы. И второй завод, где мы заказываем, называется Алюмика, тоже дно. То есть, за ними надо очень внимательно следить, чтобы был полностью укомплектован заказ, чтобы вам положили. Короче, очень большие проблемы с логистикой, с организацией доставки. В общем, нужно поставить. Это что касается профилей. Значит, по Кемлюксу. Говно. Да, то, что вот тут некий Андрей Ши пишет, что говно. Ну, это факт. Не знаю, что делать с Кемлюксом. Альтернативы нет, ребят. Да, что бы такое. Ну, как бы альтернативы есть. Я вот свой домашний аквариум мы с Вадимом склеили на Долхонин 732, по-моему. 762. Там он немножко для больших вообще не подходит. То есть, я склеил просто на свой страх и риск. Знаешь, он очень жидкий. Он очень прозрачный. То есть, им удобно довольно работать. Для небольших аквариумов это круто. То есть, он реально намного прозрачнее, чем Кемлюкс. Но как он будет держать давление и сколько он простоит, я не знаю. А что касается Кемлюкса, да, это засада. Вот мы на днях треяли аквариум. То есть, ты из тубы используешь просто треть. Натурально треть. Потому что... Короче, это не треяли. В конце пузырь, да. Бывают какие-то коробки попадаются, где более-менее. Но в основном... Майская коробка была у нас нормальная. И вообще идеальная. А февральская говно, сентябрьская опять говно. Сентябрьская говно. Короче, будет следующая вторая коробка, она будет нормальная. Да. Походу. Значит, Дураду с РК из экономических соображений. Да, и с РК тема не только из экономики. Мне нравится, что из РК можно как следует отпидорить, пролить перекисью водорода, сжечь всю органику и запускаться предсказуемо. Это большой плюс. Еще третий вопрос про Кимлюкс. Больная тема. Прямо, ну что мы сделаем? Не знаю, если... Давайте писать письма туда. Смысл туда писать? Вот смотрите, я туда приехал с коробкой, говорю, говно. Они говорят... Ну, окей, мы не знаем, у нас все нормально. У нас все нормально, да. У нас нарушение технологии нет. Блин, ну, тут такая тема. Либо брать его, ну, другого сейчас я говорю, вы ничего не купите. За эти деньги так точно. Да, вот, кстати, вот некий Петта Курск. Привет землякам. Предлагает написать коллективную жалобу на Кимлюкс попадались пузыревые тубы. У меня не то, что попадались пузыревые, у меня каждая туба пузыревая. Ну, им там просто. Ну, ты им говоришь, что у вас плохой герметоз. Просто смотрите, ребята, этот герметик используется не только для аквариумов. Да, совершенно верно. Остекление вот этого структура. Да, остекление, поэтому там эти пузыри, они никого вообще не волнуют. Пузыри, шерсть, там какая-то пыль, пехость. У нас попадались в прозрачном герметике черные точки, белые точки. Да, нет, точки постоянно, я много прозрачных. Белые точки там какие-то. Хорошо, пока жуков не было никаких. Значит, вот хороший интересный вопрос. Правильно ли я понял, что ребра не внахлёст, а встык? Никогда такого не видел. А вот, теперь видел, короче. Американская. Тема такая, я тоже первый раз увидел у американцев. Вот мы склеили, и мне очень нравится. Я не знаю, бытует мнение, что оно работает как-то не так, чем когда ребро приклеено торцом. Ну, может быть, типа, ну, тут герметик работает на сдвиг, а там на разрыв. Ну, может быть. Но этот аквариум, в принципе, можно было без ребер запустить. И он бы стоял нормально. То есть, ребра тут для перестраховки, чтобы рыбы не выбрасывались. Вот. И мне это нравится, как оно выглядит. Блин, очень прикольно. Нам еще с Серегой предложили сделать в виде выреза рамки такой. Но это безумно дорого на этот аквариум. Даже на маленький аквариум это будет безумно дорого. Поэтому, ну, как бы, может, это красиво, да, там, но, ребята, это прям оверпрайс будет. Да. Чем вы клеите в воде, чтобы не фонило? Ну, вот как вариант клеить на вот этот цементри фикс и специальный клей для краз двухкомпонентных, вот эти батончики. Собачки. Батончик. Батончики клеить, берите, сникерсы. Некий Юрий, по-моему, блядь, посчитал хитрый, как вы говорите. В итоге, 7 часов вы на объекте, из них 3 часа разговорчики, 3 часа покушать. Чем вы еще целый час занимались? Я ему ответил. А, ты ему ответил? Раскрой. А поговорить? Ну, да. Так, что за клей где приобрести? Это клей рефикс приобрести в рифоводе. Сминучку. Могу еще раз показать, просто ты в тот раз почему-то вырезан, мы эти банки сняли с тобой, а ты гнилзал. Ну, я по шлятину всяко вырезал, 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 вырезал. Да, вот, клей рефикс. А я думаю, что меня все спрашивают, блядь, что за клей, что за клей? Потому что Серега вырезал, мы в тот раз его сняли, прям эти коробки все. Он в разных фасовках, бывает, продается в рефоводе. Я не знаю, если вы придете в рефоводе, скажете, что я от Шпака и Николая, и не знаю, будет вам скидка или нет, то попробовать можно. Скажите, что для Шпака. Для Шпака. Я всегда говорю, я для Шпака покупаю. Да. Они говорят, ну окей, тогда нормально все. Не, рефовод красавчики молодцы. У них есть. Добрый день, где такие камни хапнуть? Там уже, к сожалению, нет с камнями проблемы. Если вы знаете, где такие камни хапнуть, то напишите нам. Поклейка красавца этого, Валентин, спрашивает, она еще будет? Она где, где она у меня? Она в мае месяце снята, если есть. На жестком диске она у меня. СРК это источник кальция для черепахи. Про черепаху я что-то... Да, ты отвечал. Да. Вот, такие вот ответы. У нас были вопросы, а как вы будете что-то снимать? Ну давай продемонстрируем. Тогда умные люди нам писали. А что снимать? Нам, ребят, смотрите, поворачиваю камеру. Да, сейчас. Ребят, у нас, как всегда, много умников в инстаграме. А как вы будете снимать? Это все застрянет там у вас? Это все неудобно обслуживать. Вот просто нам пишут, Серега, это неудобно обслуживать. Вы не снимете крышку пеника, вы не снимете то и это. Показывай. А можете пеник продемонстрировать, снять? Как вот? Сейчас застрянет у вас. Он застрянет. Да он у нас застрянет и не вылезет вообще, ребят. Ну, то есть, такую чушь пишут, как бы, не видя вообще конструкции. Вот, как бы, я даже не знаю, как показать. Вот я снял чашку. Окей. А как ты будешь делать, снимать колбы, вот эти там, и т.д. и т.п. Ребят, ну, как бы, как бы вот так, наверное, да? Чтобы это делать. Я снял. Кайф спошел. Ну, и, соответственно, вторая так же достается. Если мне надо вторую снять, там, я, грубо говоря, вторую, вот. Я сниму, я не поленюсь, пацаны. Я не поленюсь, вот, я сниму. Короче, высоты, да, высоты достаточно. Да, ну, нет, я просто думаю, что просто люди нет. Очень странные люди. Не посмотрели, очень странные. Люди, как бы, да, сначала пишут какую-то чепуху, а потом, ну, как бы, вот, ты там, такое-сякое, ты там. И вы это купили, вам это не надо, там, развести клиента на бабки. Да, я думаю, что люди, которые, ну, пишут про развести клиента на бабки, просто, блядь, завидуют, что... Нет, тут просто, как бы, что... Не, 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 вообще в чем. Нет, просто понимали, этот сам заказывал клиента. На заказ специально под... Клиент. Под этот объект, да. Да, и под объект, и клиент, как бы, в курсе, что он покупает. Так что, если, ребята, вам интересна эта рубрика, ответы на ваши вопросы, пишите под этим видосом, соответственно, мне вопросы. А в следующем выпуске мы вам на них также точно ответим. Вот, а мы сейчас надо нам закончить с трубами. Выключай! О, че хуйня! Блядь, очень классно. Смотрите, как х**но сижу тут. Ну, какие у тебя впечатления? Это первая вода, мы сколько, год назад начали его делать? Ну, примерно. Нет. С апреля. С апреля, ну, сглели, по-моему. Но разговоры ведем год. Нет. Нет? С апреля. Ну, вот, классно. Вот у нас уже водичка. Первая. Вот тут пока по довольно временной схеме, то есть у нас сейчас просто не терпится нам запустить водичку. Биологию. Да, чтобы уже все, биозапуск у нас начинался. Вот и этот фильтр, и смолы это все вводят в фишруме у нас. То есть, сколько там приходит? Пятерка приходит. Это после мембран. Да. Выход на. Ну, мы две подключили. Кайф. Сплошной кайф. Спектропур. Вот тут есть амбассадор спектропур. Например, если вам надо. Все надо, у меня все есть. Все есть амбассадор спектропур. Вот. И капричины. Ребята, спасибо, что посмотрели наш очередной выпуск. Надо сказать, что мы реально замудохались. Потому что сейчас время уже больше 10. Приехали мы в 11. Да. И сделали фактически только трубопровод. И вот осмос поставили. Оно кажется со стороны, что как бы фига ли там делать. Но вот оказывается, что вот здесь что-то. Чуть-чуть поделали. Да. Завтра опять поедем на другой объект уже пилить. Вы пишите к этому видосу свои вопросы. И мы в следующем выпуске на них ответим. Если вам надо шоколад у нас есть, звоните. В общем, увидимся в новых видосах. Всем пока. Чао. Так. Ну че. Субтитры сделал DimaTorzok